Мало кто знает, но во время Второй мировой войны на флоте служили не только бравые моряки, но и собаки. Например, в 1942 году гражданский пёс Чипс стал военнослужащим армии США. Он прошёл ускоренный курс подготовки и через полгода охранял самого Рузвельта. После нескольких удачных спецопераций пёсель был представлен к наградам. Его приветствовал лично главнокомандующий Эйзенхауэр. Ну а после Чипс просто вернулся домой к хозяину и счастливо жил обычной собакой. Подобных интересных фактов в истории флота очень много, причём стать прямым участником этих событий вы можете уже прямо сейчас. Для этого достаточно просто погрузиться в мир World of Warships, где каждый корабль выполнен с детальной исторической точностью. В этой игре вы можете не просто провести множество увлекательных часов за штурвалом собственных кораблей, но и узнать много нового, до чего раньше у вас просто не доходили руки. Помимо этого World of Warships это динамичная, непредсказуемая и постоянно изменяющаяся игра, в которой важна каждая мелочь. От выбора командира корабля до типа снаряда. Причём сейчас самое лучшее время, чтобы начать играть, ведь перейдя по нашей ссылке в описании, вы получите целую гору подарков, среди которых неделя премиума, два шикарных корабля, 200 дублонов, 20 красивых камуфляжей и 2,5 миллиона кредитов. Так что скорее переходите по ссылке и регистрируйтесь на флот.ру, и уже сегодня вы можете стать грозой морей и океанов. Не так давно мы прожили день в шкуре Майя, и многие в комментариях требовали логичного продолжения. Момент для него настал, и в ближайшие пару минут мы поговорим о другой популярной цивилизации Центральной Америки. Речь об ацтеках, с которыми в отличие от Майя всё проще и понятней. Благодаря обширным записям мы чётко знаем, как они жили, чем занимались и почему смогли выстроить империю, аналогов которой на этом континенте не было. Об этом мы и поговорим в ближайшие пару минут, заодно упомянув вездесущих испанцев. Ведь на самом деле покорили ацтеков они не так, как это представляет большинство. Ну а поможет нам в этом традиционный гость, встречайте, господин Чичарито. На дворе 1480 год нашей эры и наш Чичарито – знаменитый ацтекский ягуар. Это элитный класс солдат, которые в бою облачались в шкуры ягуаров, ну чтобы те передали им свою силу. Также элитность дополняли перья на голове и макуауитль – деревянная дубинка с шипами из обсидиана, которой наш Чичарито сражается. Подстрижен парень почти на лысо, и это тоже имеет значение. Изначально всем юношам-воинам, достигшим совершеннолетия, стричься запрещалось. Запрет снимался лишь тогда, когда солдат захватят в бою первого пленного. Ацтеки считали, что убить человека легко, а вот победить его, оставив живых и сделав, допустим, рабом – это уже вершина военного искусства. Получив первого пленника, воин стрикся и продвигался рангом выше. А после четырех или пяти получал звание Текиуа и ранг Орла или Ягуара, становясь элитой. Интересная система, не правда ли? Ацтеки во всех сферах жизни создавали нечто уникальное, и чтобы понять почему, поговорим о том, как их империя вообще образовалась. И первый секрет в том, что как таковой империи толком и не было. Центральная Америка до прихода Колумба представляла собой кучу городов-государств. Они воевали друг с другом, превращали друг друга в вассалов, заключали союзы, но о больших государствах говорить не приходилось. Где-то в шестом-седьмом веках нашей эры на сцену вышел народ Науа, который прибыл в Центральную Америку с северных территорий из-за засух. Науа расселялись по городам и даже создавали свои, вроде Чалулы или Шочекалько. Но дела шли не очень, и разрозненные Науа долгие столетия жили то там, то там. Здесь и начинается история ацтеков, которые сами называли себя Мешика. Согласно источникам самих ацтеков, Мешика сначала осели в пустыне Тизапана, но позже были и изгнаны и решили создать свой город. В 1256 году Мешика остановились на холме, который сейчас является парком в городе Мехико. По легенде им явился бог в образе орла, поедающего змею, и послал пророчество, что именно здесь ацтеки должны осесть. К слову, эта сцена и изображена на современном флаге Мексики. Ведь столица страны Мехико – это и есть Теначтетлан. Город, который ацтеки построили по знамению бога в 1325-м. До этого ребята вбирали опыт соседних племен и учились у них всему. И на протяжении 50 лет являлись вассалом города-государства Аскопацалько. Но путем интриг, талантливых предводителей и успехов в военном деле, Теначтетлан стал доминатором и одним из сильнейших городов региона. По аналогии забирая под свой контроль другие города. Собственно, Теначтетлан и подконтрольные поселения вассалы – это и есть империя ацтеков, о которой все говорят. Но забывают о том, что без помощи союзных городов Тескока и Тлакопан никакой империи не было бы. Вместе с Теначтетланом эти города образовали так называемый тройственный союз. И именно он, а не отдельная империя ацтеков, доминировал в Центральной Америке. Да и основных национальностей, как вы понимаете, в империи было три. А ацтеки – это собирательное понятие для всех, кто претендовал на происхождение из того самого ацтлана, откуда предки жителей в свое время мигрировали. Ни свое государство, ни себя самих в отдельную империю наш Чичарито не обособлял. Фактически это было государственное образование уровня азиатских и ближневосточных империй того времени, где был город доминанта, а остальные платили ему дань. Ни централизованного управления, ни единых законов за пределами тройки городов не было. Более того, были постоянные восстания и завоевания, без которых подобные города государства выжить не могут. Так что все могущество империи ацтеков упиралось в храбрость воинов вроде нашего Чичарито и продвинутость Теначтетлана в сравнении с соседними городами-государствами. Тут-то мы и погрузимся в жизнь Чичарито. Вместе с женой и детьми он владеет каменным домиком на окраине города. У дома есть сад, и большинство жителей выращивали в них еду для личного пользования. В мирное время наш Чичарито носит набедренную повязку и плащ, сшитый женой. Она в свою очередь носит длинную блозу, принесенную из похода. Дети помогают по дому, а достигнув пятилетнего возраста, начинают посещать школу. Школы были доступны не для всех, но так как наш Чичарито элитный воин, он может себе это позволить. Ну а по саду помогает раб, завоеванный в одном из походов. Социальное устройство общества – главная фишка ацтеков. Люди делились на несколько каст – крестьяне, знать, торговцы и рабы. Только вот на протяжении долгого времени статус знати по наследству не передавался. А войти в эту касту было реально каждому. К примеру, наш Чичарито заслужил это военными успехами. Также толковый крестьянин мог стать элитой, изобретя новую систему орошения или отличившись на ораторском поле. В общем, простора для личностного роста хватало. Даже правители ацтеки пусть и выбирали из правящей семьи, но все же выбирали. Специальный совет старался сделать так, чтобы руководил городом достойный человек. И на протяжении ста лет схема действительно работала. Часто случалось так, что воины вроде нашего Чичарито, пользуясь положением, отдавали детей не в классическую военную школу, а в Кальмикак, где обучали будущих жрецов, учителей и вождей. Кушает наш Чичарито в основном кукурузу, бобы и тыквенные. К их выращиванию ацтыки подошли технологически продвинуто. На озере Тескока возводились искусственные острова, которые засеивались и давали до семи урожаев в год. По расчетам ученых, засеянных земель хватало, чтобы прокормить 180 тысяч человек. А если что, население Тиночтетлана на пике составляло около 200 тысяч. И это мы еще не считали и креветок, которых наш Чичарито периодически ловит, насекомых, которых он, как и все ацтыки, кушает, и индеек, которых содержали многие домохозяйства. Так что, несмотря на свою любовь к пленникам и дании, ацтыки все же не забывали о самодостаточности. То же самое можно сказать и о ремесле. Подавляющее большинство ремесленных находок в Центральной Америке было произведено именно в Тиночтетлане. Но, пожалуй, главная уникальная вещь ацтеков – любовь к путешествиям. Как и в случае с Майей, тегловых животных ребята не использовали. Все дороги строились для походов пешком, и строилось их очень много. Часто правители даже брали постройки дорог в качестве дани с покоренных городов. И в итоге транспортная система была налажена так, что по ацтекским дорогам могла путешествовать даже женщина, не переживая о своей безопасности. И усталости, ведь каждые 10-15 километров стояли обустроенные таверны, где можно было покушать и отдохнуть. В общем, если жена нашего Чичаритуа захочет навестить родственников в соседней деревне, это более чем реально. Как реально и увидеть деревню, которая не была разорена после походов ацтеков. Раскопки показывают, что вроде бы покоренные и обложенные данью территории пережили бум технологического развития и благосостояния. Чем еще занимается наш Чичаритуа в перерывах от службы? Конечно же, игрой в мяч. Она была не только у Майя, пусть у ацтеков правила отличались. Называлась игра «Тлачтли» и заключалась в необходимости пробросить резиновый мяч размером с человеческую голову в каменное кольцо. Для этого использовали локти, бедра, биты и особые ракетки. В городах стояли специальные стадионы, и игры сопровождались обилием ставок, веселья и алкоголя. Он, к слову, у ацтеков был. Речь о напитке «Пульке» с низким градусом. Правда, пить его разрешалось лишь в малых количествах. За пьянство предусматривалось наказание, вплоть до смертной казни. Боги в мировоззрении ацтеков и нашего Чичарито тоже занимали главную роль. Был у ребят легендарный бог неба Кецалькаатль, был бог магии Тескатлипока и куча других ребят. Они могли варьироваться в зависимости от региона и конкретного города, и все религиозные мероприятия строго привязывались к календарю. Их, кстати, существовало два. Обычный солнечный на 365 дней и ритуальный на 260. Год делился на 18 месяцев по 20 дней в каждом, а последние пять дней просто оставляли на сладкое. И в начале каждого из 18 месяцев проводился масштабный фестиваль. В каждом городе, площади и даже доме проводились ритуалы, люди танцевали, праздновали и воссоздавали сценки с богами из мифологии. И, конечно же, сопровождали это дело жертвоприношениями, в том числе людскими. Но здесь все не так драматично. Чаще всего в жертву приносили рабов, причем рабов, которых сразу несколько раз перепродавали хозяева из-за непослушности. Рабы ацтеков кардинально отличались от понятий тех же американцев. Раб, к примеру, мог иметь собственность, собственных рабов и спокойно получать свободу за свои навыки. Его дети не считались рабами, да и продать раба без его согласия было нельзя. Исключение, опять же, непослушные рабы, которые после нескольких циклов купли-продажи и отправлялись на жертвоприношения. Рабством в современном понимании это назвать тяжело, ибо существовала целая прорва возможностей стать свободным. Зачастую рабы были богаче обычных людей, да и случаев брака между рабом и хозяином или хозяйкой зафиксировано много. Как же так вышло, что подобное продвинутое государство исчезло и было завоевано испанцами? Для начала стоит отметить, что как таковая империя ацтеков существовала меньше 200 лет, а к своему концу столкнулась со стандартными для человечества проблемами. Правитель Монтезума II с 1502 года проводил политику разделения общества. Стать элитой в некогда свободном государстве стало почти нереально. Должности начали наследоваться, разрыв благосостояния рос, и империя была обречена еще до прихода испанцев. Ведь восстания городов, с которыми ацтеки сталкивались на протяжении всего существования, в таких условиях случались чаще. И когда Эрнан Кортес впервые встретился с ацтеками в 1519 году, это были уже не те ацтеки. Тем не менее, изначально стороны пытались выглядеть дружелюбно. И причина уничтожения ацтеков – мутная политика Монтезумы II, который разрушил испанский лагерь. А затем устроил резню в великом храме Теначтетлана, которая позволила испанцам и Кортесу заручиться поддержкой бывших вассалов и соперников ацтеков. Попутно европейцы привезли в Америку оспу и кучу других заболеваний, которые убивали ацтеков изнутри. И в 1525 году политическая история ацтеков закончилась. Но их архитектурные достижения вызывают восхищение до сих пор. А уклад жизни, сельскохозяйственные новинки и уникальная социальная система являются сладким пирожком для историков планеты. До новых встреч, друзья!